Я закончила со всеми своими делами, и как раз во время мне не придётся пропускать фестиваль! Бу-А-ХА-ХА-ХА-ХА! Всем привет, вы на канале Ювплей, и сегодня мы будем продолжать проходить катаваньку руд Сизунашки. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свои комментарии, ну и погнали. Короче, зацени такую тему Сегодня я был в городе, покупал молоко Там была новая продавщица, какая-то девка-хипстер В бейсболке с двумя хоккейными клюшками Я прозвал её Хипстершей в хоккейной бейсболке Я заметил, что на молоке нет ценника И велел ей подойти и наклеить его ради будущих поколений Он сегодня был в городе? Наверное, закосил утреннее занятие Надо бы сделать ему выговор Но его словесный поток мешает мне вставить хотя бы слово Она сказала мне не беспокоить её, потому что она больна Больна? Больна! Мы тут в обществе живём! Нельзя просто так уклоняться от общения с человеком Лишь потому что ты болеешь Ты хоть знаешь, сколько усилий мне потребовалось И чтобы просто встать утром? Я знаю! И тем не менее, я встал, чтобы прийти туда и купить молоко А не для того, чтобы от моих жизненно важных вопросов Отмахивалась какая-то студентка-хипстерша Которая носит хоккейную бейсболку В помещении! В любом случае, я просто попытался сохранить должный вид её товаров Упаковка молока без ценника Когда я вижу что-то подобное Сразу возникают вопросы Важные вопросы А её работа на них отвечать Мать-перебать! В этом проблема всех женщин У них отсутствует чувство долга У меня часто бывает диарея Но я же никому на это не жалуюсь Я продолжаю бороться и делаю то, что должен Несмотря ни на что Потому что это и означает быть мужиком Даже если у тебя диарея Продолжай стараться ради лучшего завтра Знаешь, частая диарея не есть хорошо Наверное, тебе стоит прекратить пить так много молока Не могу Оно позволяет мне поддерживать мою невероятную силу А в этом мире мужская сила Единственное, что не в моих Что не в силах подавить Это обобившееся общество Обобившееся общество Поэтому я повсюду оставляю открытые банки оливок Иногда просто, чтобы показать, что я это могу Ты после того, как открываешь хранишь их Хранишь их в холодильнике? Чё? Не знаю, мужик Это не так уж важно Открытые банки нужно хранить в холодильнике Даже дети в начальной школе это знают Начнём с того, что им не под силу открыть такую банку Так что это не имеет значения Эээ, ну да Я гений Он самоуверенно потирает подбородок Так как я всегда себе представлял Делают учёные, пока не встретил мута И не был чрезвычайно разочарован Но в любом случае Мне больше в том магазине светиться нельзя Раз уж и сучки его скомпрометировали Если только я не замаскируюсь Можно попробовать надеть другие очки Худшая маскировка из всех Пф, безупречно работала все эти годы Мне даже не нужны очки, чтобы видеть Они эффектно смотрятся и сохраняют тайну моей личности Я как Супермен Худшая маскировка из всех Отвечаю, когда люди видят мой ученический Они меня даже не узнают Серьёзно? Дай-ка посмотреть Нельзя Я не могу расхаживать и демонстрировать всем мой ученический Его давно сделали Давным-давно У меня ещё прическа была а-ля хиппи Пока я пытаюсь себе это представить Кинзи снимает очки Нихрена себе Сняв очки он чурится Отчего на вид становится ещё более уставшим Чем был до этого Он был прав Его лицо выглядит совсем иначе Будто он не спал несколько лет Но впрочем этого недостаточно Для того, чтобы хорошо замаскироваться Тебе нужно больше спать Не Твой вид говорит об обратном Нифига Это просто глаза человека Который многое повидал Глаза шамана Я лицезрел такие ужасные вещи Что ты не можешь себе даже вообразить Например, когда я собрал корабль в бутылке А моя мама села на него Всюду была кровь и пятна цветочного принта Вот такой вот жизненный опыт Не похоже, чтобы это воспоминание сильно его терзало Вообще, это первая рассказанная Кинзи история о себе Которую можно с полной уверенностью назвать Травмирующей В разговоре со мной он смотрит левее Где-то градусов на 30 Так что, полагаю, его слепота имеет место быть Я мышу рукой в него перед носом У него перед носом Почти никакой реакции Мужик, я надеюсь, ты понимаешь, что я шучу? Я притворно смеюсь Почему-то смотреть ему в глаза труднее, чем обычно Хочешь, я расскажу занятный факт? Люди с маленькими глазами носят большие очки Ээээ... Ну ладно Я где-то об этом читал Это для того, чтобы глаза не казались бусинками Правда? Не знал Он снова одевает очки Надевает! Одевает во что? В ботинки, что ли? На мгновение я испытываю необъяснимое облегчение Пока не вспоминаю о том, что он все еще... Что все еще разговариваю с ним, в очках он при этом или без Но хотя бы в трусах, это все же лучше Ладно, не суть Однажды одной художнице захотелось нарисовать мой портрет И мне пришлось объяснять ей раз пять Прежде чем до нее дошло Полагаю, это была Рин Как она выглядела? Не знаю, девушка в сандалиях Я надеялся, что он скажет что-нибудь более конкретное Например, что у нее не было рук Рин действительно носит сандалии Но вероятность того, что здесь найдется другая вольнодумная художница в сандалиях Помимо нее На мой взгляд ощутимо высока О чё, хорошая мысль Наступит день, когда я сожгу все документы, подтверждающие мое существование И неплохо будет оставить после себя портрет, чтобы люди смотрели на него и вспоминали того Кто спас человечество? Он пригодится им для создания памятника Но потом я тщательно все продумал И отклонил ее предложение Заманчивая, конечно, но портрет был нужен ей для какой-то школьной фигни Его бы выставили на показ Люди стали бы интересоваться, кто я такой Но ведь я еще общество не спас Значит, не было бы смысла объяснять А если бы кто-нибудь меня узнал, пришлось бы еще и оправдываться Я не готов иметь дело с такой цепочкой событий Я не хочу влипнуть в какую-нибудь странную историю Подобное дерьмо случается постоянно Высовываться Надежный Надежный способ оказаться в списке Вот почему в повседневной жизни я так тщательно пытаюсь смешаться с людьми Ходя с шарфом Гарри Поттера Ну ладно До той поры пока не смогу сделать свой ход Точно В каком списке? Есть много разных списков Кстати, а что ты тут делаешь? Ничего Я оказался здесь совершенно случайно Со мной такое постоянно Что ж, надеюсь, ты узнал что-нибудь новое А я, пожалуй, вернусь к себе в комнату Надо настроить телек на записи своих шоу У тебя есть телек? Да, заходи как-нибудь, посмотрим игру В высоком разрешении Не успеваю я спросить, что это значит, как он уходит Его уход схож с появлением Никакого уважения к окружающим Поразительно Теперь, когда Кензи здесь нет Я продолжаю бесцельно разглядывать школьный парк Во всем его великом Во всем его летнем великолепии И тщетно он все испортил Вернувшись в столовую, утомленный, но живой Я думаю о том, чтобы снова перекусить Сидзуна Но нахожу ее уже за столом в компании Миши Будь на их месте кто-нибудь Другое расстояние не позволило бы Расслышать их голоса Однако, это ведь Сидзуна и Миша И если бы я захотел, то с легкостью послушал бы их разговор Что за грязные мыслишки? Не хочу я этого делать Им, похоже, надо многое наверстать Пусть даже прошло всего несколько дней Склоняюсь к тому, чтобы просто оставить их для этого наедине Однако, едва меня завидево, они машут мне Привет, Хитян Непривычно снова слышать ее голос после столь непродолжительного перерыва Меня даже нервная дрожь пробирает За прошедшие несколько дней я напрочь забыл, что общение с Сидзуна почти полностью беззвучное И сосредотачиваясь на правильном ее понимании Я отключался от шума окружающей среды Что ж, придется опять привыкать Я рад, что она вернулась Я закончила со всеми своими делами И как раз вовремя мне не придется пропускать фестиваль Буааааааааааааааааааааа Если бы до подобного дошло, я бы вытащила тебя для работы в школьном совете Если бы до подобного дошло, то бы вытащила меня для работы в школьном совете Это уже превыше полномочий Ну вот и нет, Хитян Хитян говорит, что если бы только два члена школьного совета следили за фестивалем То начались бы проблемы, так ведь? Ага, именно Должно быть по крайней мере трое Так лучше для всех Так совершенно разумно Так необходимо Сюдзуна легонько склоняется над столом, пока Миша изливает свои будорожащие милитарические вызвания В свойственной ей игривой детской манере Сюдзуна сияет отчасти, складывая пальцы домиком и еле сдерживая смех от того, что Миша всё серьёзнее Гримасничает от её имени Как скажешь Сейчас я действительно рад Мы с лёгкостью можем общаться друг с другом все трое Поначалу я думал, что оказался в нехорошей ситуации Я был уверен, что Сюдзуна возненавидит свалившиеся на её плечи бремя гида для новичка Я не хотел быть такого рода обузой И не будь она глухонемой, легче бы от этого не стало Только сейчас она сказала, что всем нам надо быть на фестивале Только сейчас она сказала, что всем нам надо быть на фестивале Всему школьному совету Не думаю, что школьный совет в действительности отвечает за Танабату Это просто способ, которым Сюдзуна выказывает своё желание отдохнуть на фестивале всем вместе Хорошо иметь друзей Простая мысль, но делает меня поистине счастливым Ведь мы сдружились с такой лёгкостью Несмотря на то, как уклончиво она об этом объявила Я рад, что Сюдзуна считает это достойным признания Почему ты ждал, пока мы не помешаем тебе и не пригласим присесть с нами? Неожиданный вопрос Глаза Сюдзуны горят ожиданием, пока Миша повторяет её слова Хочется её поддразнить Вам так сильно хочется, чтобы я сидел тут с вами? Мы состоим в школьном совете Мы должны сидеть вместе столько времени, сколько возможно Вполне логично Любой другой, ухватившись, ухватился бы за возможность посидеть с двумя красивыми девушками Она делает паузу, задавая мне возможность сказать что-нибудь вроде «не такая уж ты красивая» И мгновенно поставить себя в безвыходное положение Но я не клюю на приманку Но Сюдзуна набирается ещё большей энергии и продолжает Ты ненормален Надо же, не ожидал от неё такого вывода Ты слишком торопишься называть других людей ненормальными Какое высокомерие? Ты слишком торопишься называть других людей высокомерными Что делает высокомерным тебя? А высокомерие тоже ненормально Получается, ты ненормален вдвойне Всё совсем не так Ты применяешь ко мне скользящую шкалу Опираясь на руку, Миша закрывает глаза и издаёт медленный низкий довольный смех Не смейся Не смейся в таких ситуациях Я замечаю, что Миша показывает Сюдзуна то, что я говорю И это при том, что я всё показываю ей сам В этом совершенно нет нужды, но у Миши это уже вроде рефлекса С другой стороны, я тоже не могу остановиться Если я позволю себе расслабиться и перестать использовать джаста только потому, что вернулась Миша Для чего тогда были все эти старания? Я не хочу терять навыки Мои руки ещё не достаточно быстрые, чтобы говорить от своего имени Хитян, вы ситян теперь разговариваете ещё больше А со стороны это вообще очень забавно Прямо как старая супружеская пара, верно? Верно? Какой весомый и многозначительный комментарий Впрочем, это всё-таки Миша, значит произнесено было ненарочно Это не комплимент Сюдзуна не реагирует на попытки Миша слепить из нас парочку Может, она этого не увидела Периодически такое происходит, я заметил Мне всё ещё интересно, неужели это и впрямь так просто И почему меня это так сильно волнует? Но я не хочу об этом думать Я хочу уйти Мне продолжает казаться, что я отбираю у Миши время Предназначенное для Сюдзуна стало быть И Миша как раз вмешивается, нарочно чувствуя то же самое Сомневаюсь, что они позволят мне оставить их К тому же они такие милашки Честно говоря, Сюдзуна Если тебе сильно хочется знать То я не хотел садиться к вам Потому что не хотел мешать Я думал, что по причине того, что Миша пропадёт Пропадает На дополнительных занятиях Вам двоим есть о чём поговорить И мне следует просто оставить вас наедине Чтобы вы наверстали упущенное Поэтому я подумал о том, чтобы просто пройтись Пройти стороной Не волнуйся Миша, я не пытаюсь отобрать у тебя Сюдзуна Сюдзуна Хитян, всё не так Ты такой внимательный, Хитян Ситян очень жаль И она приносит извинения Не думаю, что стоит извиняться Так что не беспокойся Эй, как думаете, раз Миша снова с нами Может нам это как-нибудь отпраздновать Я не прочь Хитян Обычно наличие невыполненной работы Совсем не повод для празднований Нет, идея хорошая Время идеальное Да и Сюдзуна говорила, что школьный совет должен иногда веселиться Ты тоже наверняка слышала обо... Ты тоже навер... Блядь Ты тоже наверняка слышала об этом, Миша Всё будет хорошо А вообще, стоп, секундочку Не потому ли у вас недоделанная работа, что вы пропустили кучу занятий? Значит, отмечать прогуливые уроки будет очень глупо Может, время и подходящее, как я уже и сказал Но мы могли бы отпраздновать и после урока Куда пойдём? Миша озвучивает вопрос Сюдзуна Прежде чем остановиться и хотя бы подумать над ним Обе полости меня игнорируют Эй, послушайте меня Недальновидная парочка из команды школьного совета Хитян, ты тоже часть этой команды? А, ну да, точно Ого-го, так и есть, Хитян Ты такой забывчивый и хлопот с тобой не оберёшься Мне жаль девушку, которая в тебя влюбится Итак, как думаешь, куда нам пойти? Я невольно смеюсь, собираясь указать Миша на то, что она чересчур резво загорелась энтузиазмом Пойти куда-нибудь, несмотря на то, что я всего пару секунд назад сомневалась Несмотря на то, что всего пару секунд назад сомневалась в этой идее Однако не могу заставить себя вымолвить эти слова Но это ничего После короткого обсуждения, куда пойти, выясняется, что единственное место, которое мы все трое знаем И куда готовы отправиться, это Шанхай Чайная не самое плохое место для празднования, ведь там, я уверен, подают торты А торт, как известно, лучшая праздничная еда Я некоторое время не виделся с Юка, впрочем, как и девушки Из-за этого... А также потому, что путь недолгий И мы с Сидзиной и Мишей оказываемся у Шанхая в мгновении ока А как пройдет это, так сказать, воссоединение, мы узнаем уже в следующий раз На этом сегодня будем заканчивать Так что всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok